Один. Мотор. Супер. Лиза Ахмед, Ахмед мой ко-фаундер. Ахмед Эксперт Кюбовец. И уже предыдущие месяцы мы развиваем свой стартап. Это штука для дизайнеров и разработчиков. А у нас был такой интересный момент, что... Что? Мы одновременно попали сразу в два инкубатора. Причем в стартап-саун или Sabon Challenge. И мы хотели рассказать, как это сделать, почему это прикольно. И нафига это вообще нужно? Нужно ли это стартапу? Да. На тот момент мы были, в общем, на очень ранней стадии. Мы думали, что мы успеем сделать продукт до сентября. Как бы сентябрь уже прошел. И мы после сентября планировали попасть на какую-то акселерационную программу, чтобы набраться, в общем, бизнес всяких вещей, бизнес опыта, как работает рынок за пределами Украины и все вот эти вот штуки, чтобы понять. И мы подали заявку в Sabon Challenge. Сперва прошли там. И потом к нам приехали ребята из стартап-сауны отбирать команды украинские. Это было в Часопусе, кстати. И мы победили там тоже, тоже прошли в следующий отбор. То есть мы фактически одновременно участвовали в двух программах. При том, что интересный момент, это было не совсем как бы можно. Ну, то есть там минимум два человека должно быть в акселерационной программе. А мы и так договорились, что Лиза поехала в стартап-саунду, а я поехал будет с собой. А продукт какой был? Ну, чтобы понимать. Детали расскажите о вашем стартаписе. Ну, это два плагина. Ну, в общем, это сервис для дизайнеров и разработчиков, который автоматизирует рутинные задачи в передаче как бы дизайна в разработку и имплементации этого дизайна. Очень специализированный такой сервис. Это по сути два плагина. Один плагин для графического редактора, второй плагин для среды разработки. Дизайнер рисует какой-то дизайн, нажимает на кнопочку в плагине. Мы парсим этот дизайн, получаем все свойства, размеры. Для фронтенчика, да? Бла-бла-бла, да, для фронтенчика. Получаем все эти вещи, и потом разработчик, он получает готовые уже блоки кода для того, чтобы реализовать какую-то конкретную, какой-то конкретный графический элемент. Просто перетаскивает свои среди разработки, эти UI-элементы. То есть создается CSS, да? Да, CSS, margin. Не совсем. Мы делаем это для мобильной разработки и делаем это для iOS-разработки. А, это подкис. Ну, ребята, на момент... Из-за расплывы на встава и вышли. Ребята, на момент сентября вот это все, что у нас было. У нас была куча выступлений, у нас были подписки, но у нас кроме как бы... А вот этот огромный чек или это потом? Этот чек выиграл Эквой Змея. Это не наш даже чек. Это в третьем месте. А, то есть просто нужно... У нас есть на фронтенчика. Ребята, давайте чеком. То есть, вы знаете, совсем не треиминутся с дружить. Вон там он Холебаба, кстати. Вон там он Борисенко, как с одной сидит. Вон тот приз мы выиграли, когда подружились с чуваком с... А, ну, с верой венчур. В общем, идея в том, что у нас была куча всяких выигрышев и призов, но продукт сам был не готов. На стадии разработки, скажем, серым для призов. Да, и вот это, в принципе, то, что у нас было. Такие классные мечты. Но мы понимаем, что нужно понять наш рынок, а наш рынок он интернациональный. То есть, если вы хотите работать локально в Украине, инкубаторы в Европе вам, скорее всего, не нужны. Если вы хотите выходить на Европу и муштубироваться, то вариант очень классный. Ну, и понеслась. Мы полетели в один инкубатор. Ахмед уволился с под Кюба. Я уволилась со своей работы. Мы такие, ура, ура, круто. И где мы оказались? Да, давайте, наверное, расскажу сначала про Лизбон Челлендж. Я был в Лизбон Челлендж. Программа длится три месяца. Стандартный набор. Есть менторы, есть сессии, есть очень-очень много разного общения, как обычно происходит в инкубаторах. Ну, и, собственно, вот как-то так. Она не очень насыщенная, не такая, как стартап сауна. Лиза расскажет дальше. И растянута на три месяца. За эти три месяца у вас есть какие-то майлстоуны, например, бизнес майлстоун, продукт майлстоун, ну и демо дэй. То есть три майлстоунда на три месяца. Первый месяц вы работаете только над бизнес частью. Это бизнес модел канвас, разные подходы, как Blue Ocean и так далее, и тому подобное. Третий месяц – это продуктовый, где вы работаете над продуктом, проводите юзер-тестирование, общаетесь с людьми, показываете, что вы сделали. И последний – это подготовка к демо дню. Ну, то есть презентация, питчи и вот. В Базуте вы три месяца должны находиться в Португалии, в Лиссабоне. Жилье вы обеспечиваете за свой счет, перелет тоже за свой счет, потом чуть-чуть про карты поговорим. Но идея в том, что физически ваша команда, она находится в Лиссабоне. В этот акселератор прошло порядка за весь период 10 украинских проектов. Он где-то 3 или 4 года функционирует, то есть не очень долго, но сюда берут украинские проекты очень хорошо. Причем на довольно ранних стадиях. Pure. Pure – это приложение для поиска секс-партнеров, которое получило и деньги, и офис на… На 60 лет. На 60 лет. То есть они полностью перенесли туда свою компанию. То есть это real-case, куда вы можете податься, и шансы вас возьмут очень большие. Стартап-сауна. Это программа, которая длится 5-6 недель, то есть всего лишь месяц. Она не длительная, но она, в принципе, очень такая трастовая, запускается с 2010 года, туда берутся 14 компаний. В этом наборе было Экоизмей, был Аронет и был наш стартап. Промо-репаблик тоже был там? Промо-репаблик, да, был там в спринге 2015 года. И причем, самое интересное, Промо-репаблик получил деньги, Промо-репаблик инкорпорировался в Финляндии, и они сейчас осмотрят грантовые деньги. То есть это живой пример того, что можно податься в эту программу и очень хорошо устроиться. Более того, вот у этих ребят многомиллионный бизнес. Называй ведь разу назвы, потому что инфрагид. Инфрагид. То есть у чуваков многомиллионный бизнес, они опять-таки пошли, чтобы получить доступ. Вот этим ребятам, клауд, эта система, эти, для хранения файлов, им предлагали инвестиции сходу. Ну, у них был доход, но к ним инвесторы подходили, типа, чуваки, возьмите деньги. Еще одни ребята отсюда, я их почему-то не видел, где-то даже плохо. Их взяли в роудшоу. Промо-репаблик, и ребята отсюда, они поехали за счет стартап-сауны в США. То есть они давали грант, и давали встречи со всеми компаниями, там 500 стартапов, пайком метро, именно в штатах. Это безумно сильная, безумно классная программа, но мое личное мнение, что она сильнее, чем Лиссабон Челлендж. Еще важно заметить, Лиза, мы забыли сказать, что обе эти программы дают гранты, поскольку в Лиссабон Челлендж я ехал один, мы договорились, ну, они дают тысячу евро грант, мы договорились на 700, Лиза, ты ехала с… Я ехала с… У нас вообще интересная ситуация, мы поехали двумя стартапами, взяли меня и Козьми, и мы жили в одной квартире, мы как бы делили косты, мы получили 2000 евро. То есть там шикарные условия, это либо 1000 евро, либо отель, либо сразу 2000 евро на две команды. То есть это… И причем финны, они дают все по чекам очень четко, ты сегодня сказала, тебе завтра дали. Но ситуация… Лиссабон Челлендж вообще было по-другому, там не дают, ну, там дают только чисто деньги, 1000 евро грант, и там не было такого, что прям по чекам сверяют, мне просто, ну, в общем, договорился, чтобы на PayPal каком-то чуваку скинули, он там снял, отдал мне наличкой, в общем, такое, да. То есть Кузкинов – очень четкая организация, если вы туда едете, вы 100% получаете либо жилье в отеле, который находится там в 10-15 минутах на автобусе, либо вы получаете деньги. Причем, очень просто, но очень хорошо. эти программы не берутся с equity. То есть, с вами нету печать никаких договоров, с вами нету, ну, как бы никаких обязательств, и это, в принципе, очень круто для стадии, такое, как сейчас. Ну, такое же самое, такие же самые условия у многих эксплинаторов. В смысле? То есть, насыпают тебе 1000 евро, и все? У них же так. Походишь, как в целом разе программы, как в английском, и не залезетет не подвезет. У меня просто, ну, логика, в общем, сознание. Смотри, ты едешь на месяц в Финляндию, да, у тебя есть расходы, как у нас было. Мы сказали, чуваки, оплатите нам билеты, оплатите нам жилье. И они прямым переводом оплатили нашу квартиру в Финляндии. А мне электронную почту, я тоже куда-то хочу поехать. Смотри, если ты прохожешь на эту программу, у тебя же есть касты, а то мы чуть попозже пойдем. Здесь идея в том, что тебе не дают инвестиции, но тебя как бы покрывают частично твои расходы. Потому что эти две программы, они грантовые. Их основная цель, это развитие экосистемы страны, потому что рассчитываешь, что ты туда со своим стартапом таки переедешь. Что у тебя не хватит денег, у тебя это. По поводу Силон Челлендж, вот, не тормовые гранты, раньше было, что когда-то, вот, например, когда Pure подавались, когда ты подаешься в Силон Челлендж и проходишь, то ты обязан подписать договор участия в конкурсе, ну, то есть, какой-то конкурс, значит, кто согласится и кого выберет внутренний банк инвестиционный, то в него вложат как бы деньги. Какие-то там 100 тысяч, по-моему, конвертабл ноут были. Ну, то есть, обязательно надо было подписать. Уже они смягчили эти условия и подписывать не обязательно этот договор. Ну, то есть, там были очень такие интересные штуки, как обязательная инкорпорация в Португалии, да, потом там, в общем, с продажами тоже были всякие... А сколько инкорпорация, ну, вообще, ну, хотя бы, минимум, какой-то... ты пришел в эту программу, у тебя остаются хорошие связи, и ты потом уже в дальнейшем, тоже пьюрни сразу туда переехал в Лиссабонжуэть. Про экосистему очень сильно. Сейчас нам скажем, почему, когда ты туда приезжаешь, ты получаешь не просто там тысячи евро из сессии, ты получаешь намного больше. Да, по поводу Лиссабона, очень, очень много было людей, ну, скажем так, не локальных португальцев, а именно приезжих. Очень много было людей из Лондона, из Британии вообще в целом очень много приезжало. И не только менторы, и прошлых стартапов они приглашали, как они называют, алумны, те, кто уже прошли акселерацию, как бы приезжают, чтобы поделиться опытом. И это позволяет, ну, как бы, позволяет получить связи, возможно, если эти люди могут быть потенциально вашими клиентами, то вам дает это просто прямой доступ с ними общаться. Ну, и, соответственно, вы можете точно так же, как в Лиссабоне, так и в Финляндии, вы можете просто прийти в какую-то компанию, аутсорсинговую какую-то или продуктовую, назначить встречи, поговорить, ну, в нашем случае это была аутсорс или продуктовая компания, чтобы пообщаться с разработчиками, дизайнером. Можете просто назначить встречи, прийти и поговорить, там, не знаю, расспросить, как они работают, что вы думаете о продукте и все вот эти штуки, которые очень важны. То есть это похоже на то, что проходит здесь, но здесь, допустим, приходят украинские менторы, а там чувак с 500 стартапов пришел и такой, окей, я с вами пообщаюсь, если вы мне понравитесь, я могу связать 120 тысяч долларов. То есть это прямой контакт с людьми, с инвесторами, с теми, которые принимают решения. Что? У них есть смысл, чтобы туда приезжать и смотреть на стартапы. Они там буквально один день и за один день ты можешь назначить встречу, пообщаться и потом продолжить это общение. Какой-то такой бедный смысл? Например, ты брала вашу команду, да? Сникер командный убрал, то есть 20 там... 600. А конкурс... 2% по-моему, да? Да, 2%. И там и там порядка 14 команд на 600 подач. Тут кожа 50, а там кожа... Да, но это зависит от качества. Если интересно, я потом отдельно расскажу про процент сбора, какие стартапы проходят. А, понимаете, совсем другая система. Там... Там есть снег, и можно садить в майке. Там очень такие, во-первых, жесткие, открытые люди. Они очень будут вартуальны. Все начинаются вовремя. И ты можешь любому CEO позвонить по телефону. То есть у них такая довольно открытая атмосфера. Ты можешь почти совсем... Ну, с любым человеком встретиться, подойти пообщаться. Тусовка вся финская. То есть у нас не было иностранных менторов. В финском языке есть слово, которое означает отдавать наперед. Вот... Pay... Pay forward. Pay forward. У них это одно слово, которое они применяют как в программе. То есть смысл в том, что они приходят, они развивают экосистему, они делятся, и для них это в кайф. И очень много таких менторов, которые с нами сидели часами просто. Один товарищ сделал мне порядка 15 интродакшенов на моих потенциальных клиентов. То есть они вот на протяжении этих... этих пяти недель они говорят вам помочь. И в принципе все такие. Ну там нет выхода на международный рынок. То есть если вам интересно Нордик, Скандинавия, то да. Причем, что интересно про рынок, там совсем другое понимание цен. Наша цена в Украине была 5 баксов, но наша цена там говорили 10. 10 это дешево. Чуваки, вы что? Энерго рынок. У них, например, в домах на один дом общая стиралка. Позерых стиралок нету. Везде стоят датчики движения для света. Отдельный вход для великов. И все вот этот весь дом обслуживается одной компанией. И эта компания обслуживается другими компаниями. Там совсем по-другому устроены процессы в говерменте, процессы в коммунальной сфере. И если ваш проект нацелил на какие-то такие социальные штуки, то приедя туда вы можете очень просто получить встречу с сложными людьми и узнать, как это работает в странах, как Финляндия. И то же самое работает на... ...самой человек и через... ...стортап сауна. Потом эти программы полностью отличаются по фандингу. Например, в стартап сауне есть грантовые программы. Причем, помимо основной, те, которые дают 50 тысяч долларов, те, которые дают 150 тысяч долларов, называется Тегис. Если ты зарегистрировал в Финляндии, тебе, а, как правит, ты при нем оплатил 5000 зарплату, ну, типа, потому что те надо поддерживать. Там проезд стоит по 5 евро между одной и второй станцией. Понимаете, что сейчас мы все поехали уже в Финляндию? По крайней мере. Не-не-не, сейчас за меня граждану. Да, у нас... 5 евро между двумя станцией. Мы этот тем-то касток вы поймете. Но вот уровень жизни и безопасности в Финляндии шикарный. Думаю, ты расскажешь историю про Португалию, и вы немножко... Ой, истории я столько могу рассказать. Поймете, что... Финляндии кролики по улицам тоже очень прикольно. Толики по улицам, просто по улицам. Толики по улицам. По улицам. И кактусы растут? Нет, кактусы. Португалия растут. Алоэ. Кактусы. Ты едешь по трассе, как у нас будяки растут, там кактусы растут. Подождите, у нас очень мало времени. Давайте мы высушим стикер, а потом будут вопросы. Например, на одной из фоток вы видите человека, который придумал свой компьютер и сделал свою операционную систему на основе нейронной системы, как думает мозг. То есть, свой компьютер, и по всему залу этих людей. И это система нетворка Финляндия. То есть, к любому чуваку из финской системы ты можешь попасть. Плюс, по челленджу, ты можешь попасть к любому, кто есть в их счетке. Есть какая-то клавокная овось, которая будет работать на ней. Называется Сол. Если интересно. А можно подключиться и посмотреть, как она. Ну, давайте оставим. И туда, и туда. Куда возьмусь? Стартап Сауна. А лучше подаваться еще 500 стартапов или комплексаторами. Мы не знали, когда мы подавались. Это сейчас мы знаем, как там и там мы можем сравнить. Но когда мы подавались, мы не могли сравнить. Но когда мы подавались, мы не могли сравнить. Стартап Сауна. Ну, просто вам никто реально не скажет, что какая-то программа тоже другое. Мы об этом говорим, потому что мы там были. Вот это Стартап Сауна. Там посредством дают 300 евро, и вы готовите барбекю. Бесплатно. Каждую неделю вам дают 300 евро на команду и все хавлят барбекю. Все, что угодно, вы себе покупаете. От буфла заканчивая соусами и клубничкой. Каждый четверг вас бесплатно кормят. Всех кормят. Пришел на 9, похавал и шел. А у нас бесплатное кофе, если что. для Украины это круче, чем в Украине. Если сравнивать Стартап Сауну вот в этом моменте и Сабон Челлендж, то у нас был офис, окей, это круто. Еду мы покупали себе сами и ничего бесплатного не было. Даже кофе? Даже кофе. Вода была бесплатная. Вот, ну как бы совсем разные условия, по сути. Да, и в этом офисе можно было баня. Бесплатная сауна. Сауна. То есть, если вы хотите себе, хотите, хотите себе. Там нельзя было только спать. Там можно было оставаться круглосуточно, но ночью ходил охранник, если ты спал, он тебя убудил. Там чуваки все делали. Ну, то есть, все, что только можно представить. Там было правило. Если нет стикера на еде, ты еду можешь съесть. Мы так четыре раза подряд ели читать торты. Стикера нету, кушаешь. Приходишь, а две команды. Одна команда обрывает стикер, а одна команда хавая, потом меняется наступник. Как-то так. Ну, то есть, в плане экосистемы, в плане спейса, ну, с каждым самым выигрывают. Но мы еще не достали за гостов. Организация. Если вы опознаны на две минуты, вам скажут «го факен иуэй, ступо тесл». На вас народ вас вымутикует, вас выгонят. В Финляндии все начиналось минуты в минуту. За весь период за пять недель два спикера не пришло. И то, одна что-то. У одной были роды, у другой что-то очень важное. Ну, то есть, два раза все, остальное начиналось вовремя, минуту в минуту. То есть, если вас, чуваки, никогда не отменяли встречи. То есть, это страна пунктуальных чуваков и идеальной организации. Правильно. В Лиссабоне, ну, на самом деле, окей, там была не самая плохая организация. У нас по организации был, значит, календарик с менторами, ивентами, что у нас, как, когда будет. То есть, ты как бы мог знать, что будет завтра и как-то готовиться. Но, опять-таки, в тот же момент были такие ситуации, что иногда кто-то приходит внезапно, какой-то ментор внезапный, ты его вообще не знаешь. Тебе там за три часа надо быстро понять, кто он, нужен он тебе или нет, просмотреть. И, внимание, система, чтобы к нему попасть, это кто раньше придет, надо написать свое имя на бумажке. Если ты не написал имя на бумажке, все, значит, ты к нему не попадешь. И, может быть, это последний раз, когда ты можешь с ним связаться вообще. Так что, ну вот, были такие моменты, не самая плохая организация, но были моменты такие спорные, которые могут немного пошатнуть. Ну, в общем, неприятно. Программа. У нас было 29 часов мастер-класса, 27 часов коучинга, 32 часа питчинга. Ну, вот это мой средний день в стартап-салоне. Порядка 15 встреч, разные сессии. Ну, то есть, было такой день, что у тебя 7-8 крутых чуваков, вот ты с каждым из них сначала подвас, но потом подвозь, где ты общаешься. Окремно завжди? По участию. Да, да, да. Такие вот. Были, были когда... Важливое индивидуальное скручивание на скреплении. Вот, что было? Смотрите, были дни, когда... Вот тут слайд написано, ничего. Это, типа, боже, как это можно все переварить? Были дни, когда были просто менеджерские сессии со всеми. Были дни, когда чисто питчинг, когда тебя жестко вот и башили, чтобы ты нормально выступал, причем очень жестко, папа-раз. И были исследователи, когда у тебя была... Это там на кутарию? Там, мы идем до этого. И было порядка... Вот каждую среду у тебя было 7-12 людей CEO Nokia, например, бывшей. Там какой-то Vice President, то есть самые топы-топы, кого-то можно найти чувак, который проинвестировал в 45 стартапов, например. Ну, то есть, вот товарищи, которые в карманах деньги или которые шарят сам интерпренер в год в Финляндии. То есть, такие топы приходили, такие, у меня есть на тебя 40 минут, чем я могу тебе помочь? И в эти 40 минут он твой. То есть, все, что ты... у него вопросов, он тебе ответит. То есть, чаще всего это расскажи про свою бизнес-модель, про свои процессы, чем мы тебе можем помочь. И потом эти чуваки делают интердакшены. Те интересует энергосфера, окей, я знаю министра. например, Саша, если к Уизме, он расскажет чуть побольше, что он получил, но на таких сессиях тебе давали шикарный шикарный фидбэк. И были дни пятницы, когда у тебя был кик-оп-дрей, когда ты должен был читаться, что сделал за неделю, поставить цели. И все это было четко, постоянно, в одно и то же время, без пропуска. Очень, очень, очень насыщенно. Вот тут, да, можно сразу заметить разницу между Лиссабон Челлендж и Стартап Сауна. Во-первых, Стартап Сауна это очень интенсивная программа, там у Лизы было по 8 встреч в день, может даже больше. И каждая по 40 минут, ну в общем, просто вынос мозга. В Лиссабон Челлендж там было, ну окей, там 3 максимум встречи в день, плюс какие-то тоже ментор сессии, ивенты, но у вас было как бы больше свободного времени, которое вы можете посвятить там какой-то, не знаю, деятельности своей, то есть работе именно над своим проектом. Ну, как-то так. То есть меньше встреч было, но больше времени свободного, когда можно посвятить себя работе. То есть как бы у вас идеальный вариант, потому что вы уже знаете, что такое инкубация, да, у вас есть понимание, как это происходит здесь. Да, вы приедете сюда, но если пойдете, то вы будете просто понимать, как взять максимум. Потому что это был наш первый инкубатор, и мы довольно много налажали. То есть если бы поехали сейчас, то количество пользы, которое бы мы взяли, было бы намного больше. И еще сразу бы наладили коммуникацию, потому что из-за того, что разница во времени была, ну, небольшая такая, скажем так, Лиза была в Финляндии, я был в Лиссабоне, у меня там минус два часа, у Лизы совпадало с киевским временем. То есть у нас команда разработчиков, дизайнеров в Киеве, Лиза в Финляндии, я в Лиссабоне, но это как бы сложно было все это заменеджить первое время, но потом мы все-таки пришли в какой-то устоявшейся модели и начали... Оставили Джилл. Ну да, и вначале ты думаешь, что это был классный, тут такой крутой мир пройдет вокруг тебя, но таких, как ты, 15 команд, и, например, мы не прошли большой конкурс, где нужно было поспать на сцене, типа питчинг, 100 фортлап-питчинг на Слаша. То есть это выступление перед 15 тысячей людьми, пиар, мы думали, мы такие классные, мы пройдем, нифига. Это в Хельсинге. 15 тысяч человек, 15 тысяч человек, да. 15 тысяч человек пошли послушать питчингу. Да. Людей, которые, в принципе, учатся это делать, не умеют. Да? Ну, когда они прошли отбор. Нет, 100 команд. У тебя есть 100 команд, и этих 100 команд слушают порядка там 15 тысяч человек. Это такой краудпитчинг, типа? Нет, питчет одна команда, все слушают. А, окей. Вот, это огромный пиар-поп. Идея в том, что если мы подготовились лучше, мы бы могли быть на сцене, мы бы могли выиграть за миллиард долларов поместиций. А Козьми вроде бы выступала. Кто-то играл за миллиард долларов. Выиграла... Если позже, я тоже выступала. Мы выступали на демо-дне. Мы не прошли. Демо-день... Можешь еще раз объяснить технологии? Вы на демо-дне питчитесь? После этого вас отбирают из тех, кто запитчился, самые лучшие команды или самый лучший питчинг? По каким критериям выбирали? Сейчас расскажу. Один из больших плюсов, кроме демо-дня, это то, что вы попадаете, если вы попадаете, если вы попадаете в осенью, в осенний набор, проходит слаж. Огромная конференция на 15 тысяч человек. И ваш демо-дей совпадает со слажем. И вас, если вы хорошо питчите, если вы прошли все эти тренинги, вы выступаете перед такой огромной аудиторией. Там 1500 человек сидело, когда я выступала и выступала и кое-зме Саша. Но, если вы очень крутые, подали на слаж отдельный конкурс и подумали, что вы такие крутые, потому что вы крутые в стартап-сауне, хорошо заполнили заявку, поработали с инвесторами, вы принимаете участие в конкурсе. В конкурсе на миллион долларов инвестиций и на то, чтобы выступить перед всей этой аудиторией пару раз. А сколько демо-дейте? Три минуты. А сколько демо-дейте на слаж тысячи? С нашего набора с стартап-сауны прошло пару, 2-3 команды. Вначале все думали, что мы такие крутые, мы сразу все получим под мысль в стартап-сауне, но так не работает. Дело в том, что демо-дей это как бы от стартап-сауны, а вот этот пичинг-компетишн это от слаж всего в целом. Ну и там на слаж было просто нереальное количество команд, ну и поэтому они там отбирали как-то независимо от того, были ли вы в стартап-сауне, не были. Если вы хорошо пичите и у вас хорошая команда, хороший проект, то вы будете пичить. И неважно, были ли вы в стартап-сауне. Если ты перепичил все, кто пичил с тобой, то ты получаешь ягод сразу. Там отдельная заявка. Про среди автампетишн в стартап-сауну у вас есть доступ к этому бесплатно. То есть у вас есть стенд, у вас есть доступ на конференцию, у вас есть половина процентов 10 людей, которых вы знаете, которых вас могут с кем-то познакомить. По среди доступа к базе с 5000 инвесторов, которые вы можете назначить встречи. То есть у вас есть колоссальный доступ к таким, это, не знаю, круче, чем это как 5 IDC, 7 IDC. Я думаю, по поводу Слаши можно много рассказать. Что это за единица измерения такая IDC? IDC – это конференция по инвестициям, которая проходит у нас в Киеве. Она на олимпийском стандарте. Она считала самой большой. Самая большая в Украине. Слушайте, по-другому поводу, да? Ну, один из. Там много. Слышите, но один из. Я папку выдал буквально пару год назад фоток за 10-15 лет. Вот, и к этому всему вас готовят. А питчинг – это одна из ключевых функций, потому что, чтобы себя продать, вы должны себя уметь продавать. А большая часть из вас этого делать не имеет. Мы тоже не умели. Меня этому учили каждую среду. Очень больно, очень тяжко, очень неприятный такой процесс, но… Это все записывалось на камеру, потом заставляли пересматривать и говорить. Вот, вот кто. Кто это сделал? Да. В Лиссабоне было намного слабее. По поводу питча, да. Ну, опять, как я сказал, что там было как бы 3 месяца. Первый месяц – это бизнес-часть, второй месяц – это продуктовая часть. И только третий месяц посвящалось время питчингу как таковому. Просто были назначены какие-то сессии. То есть, ты просто приходишь, перед тобой сидит какой-то чувак из их стаффа, сотрудники, в общем, от Лиссабон Челлендж, ты им питчешь, они говорят, что хорошо, что плохо. Ну, и все. И вот это вот были, собственно, питчинг-сессии. Просто ты питчешь какому-то человеку, ментору или сотруднику Лиссабон Челлендж, и он говорит, что хорошо, что плохо, что поменять, что не поменять. Ну, и ты, типа, как-то это все обмозговываешь и меняешь или не меняешь. Ну, у нас было отдельно 4 часа, только на эту таску. У нас было отдельно 2 коуча, которые только этим занимались. Только конкретно питчингом. Причем, как стоять, как смотреть, как дышать, как говорить, как делать экшен. У Саши, есть какой пример, у него падает крышка, держит коробку, и падает коробка из этого сенсора. И все просто уливают от этой функции. Я показываю обычно 5 долларов. То есть нас учили быть шоуменами. И вас так, ну, почти нигде не научат. Мы пришли, мы выигрывали половину конкурса, в которой только можно в Украине. И, наверное, благодаря тому, что мы как нас там научили пичи. Сейчас тут в Сингапур едем выступать. Вот это просто офигенный навык. Но меня довели до того, что я свой пич пела. То есть это было плохо. Есть запись. Есть запись для очень узкого круга людей. А что, если ты на гитаре не играешь, что не придешь? Скоро будешь попускать в борт? Я два аккорда знаю на гитаре. Там все есть. Там в этом open space было от скейта до гитары. Хочешь, бери. Нет стикеров. У меня это было немножко другое демо-дей. У него были инвесторы и это было более продуктивно в плане количества встреч. Ну, да. Но, опять-таки, это не было то же самое, что с ЛАЖ. Нельзя вообще сравнивать эти два ивента, потому что с ЛАЖ это 15 тысяч. На моем демо-дне было, ну, я не знаю, максимум полторы тысячи. Даже меньше, наверное. Может, человек 600. Ну, где-то так. Ну, в общем. Это было достаточно маленькое мероприятие, но, тем не менее, там были, ну, вот, партнер 500 стартапов, Marvin Liao, и много еще разных интересных людей, с которыми можно было пообщаться напрямую, просто подойти и пообщаться, рассказать, вот, типа, я пичил, что ты думаешь? И мы с ним до сих пор общаемся. То есть, это прямые продажи, которые работают. И такого в Украине 100% не получите. Это 5 минут славы, если вы хорошо к ней готовились и очень хорошие связи в дальнейшем. Ну, это все реально круто, классно, но оно не все так прекрасно, как кажется. Это груша, или я просто... Нет. Это груша. Это говнеццо. Говнеццо. Но при этом не по всему... Герсивно. Грассивно. 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 Да, грант что-то покрывает, но проезд от станции в станции стоит 5 евро. Мясо в Финляндии стоит килограмм 7-10 евро. Это такая сидя, типа, грудинка такая себе. Картошка 3-4 в лучшем случае. А если ты хочешь нормально кушать, ну, у тебя на еду уйдет, но у нас на жилье, на все про все как раз ушло порядка тысячи евро. Это на двух людей, и то мы кушали очень мало. Дорого. Безумно дорого. И... посылки с Федексом с Украиной. Да, я взяла с собой еду, и мы там где-то две недели ела, и решили, а потом стало плохо. То есть это не то, что вам дают гранты, вы можете прям, вау, про нас инвестировали, не взяли equity, но они же как бы уходят быстро. Да, больше того, чуваки, которые выбрали отель, им нужно было платить 150 евро за бас, туда-обратно, чтобы ездить на автобусе. И отель был не самый лучший. Ну, то есть, в отеле жили, говорят, 3-4 парня, а в отеле не было кухни. Кухня была в стартап-сауне. То есть, чуваки, вы не можете готовить, у вас негде хрометин, у вас нету холодильника, вы можете только купить чай в отеле. А на улице, это же для меня. Ну, как бы, разве что... У нас просто курица векло. Разве что на улице. Поэтому нам повезло, потому что мы совместили косты, и мы сняли квартиру, у нас была кухня, у нас была хорошая условия жизни, нам даже велики дали бесплатно. То есть, у нас в квартире были велосипеды, были приправы, была еда, был хлеб, то есть, ты приехал, тебе все дали. Ну, в нашем случае. А для других ребят все было не так весело. Более того, Финляндия безумно, безумно дорогая. Даже за телефонную связь это не дешево. В Португалии совсем другая ситуация. Это абсолютная просто противоположность. Ну, окей, там не так дешево, как у нас тут, но дешевле, чем во всей Европе. Да, и это как бы очень хорошо. Но вот, если Лизе как бы дали грант, и они сняли квартиру, то мне дали всего лишь 700 евро. И то потом. Да, и то интересная ситуация с ними получилась. Но у меня, значит, был скейджул расписан. У меня было 40 евро в неделю максимум расходов. То есть я в неделю жил на 40 евро, по сути, чтобы продержаться на эти деньги. Ну, окей, если у вас много денег, вы можете приехать там и жить как царь. Но если, если вот вы живете на те деньги, которые вам выделили с гранта, ну, то как бы придется немножко сэкономить. И мы, вообще первое время, я жил у одного чувака из Pure, Саши Кухтенко, первую неделю. У него там был маленький ребенок, жена, короче, они явно не были рады меня видеть, но... Ждали, когда он... Ждали, когда я уеду. Но неделю я там побыл. Потом мы нашли самый дешевый хостел во всем Лиссабоне. Самый дешевый. Это 150 евро в месяц. Ну, это просто дешевле вообще. Я не знаю, что может быть. Ну, я как бы там поселился и вот дожил до конца программы. То есть каждый из Кэпкоу два раза за разговор летали самолеты. То есть Аркнет жил под аэропортом. Он был от 40 минут до его воркспейса. То есть это такой суперэкономный вариант. Он питался в китайском ресторане, где не говорили ни по-английски, не по-португальскому. То есть он приходил с переводчиком. Да, я выучил немножко китайского. Это был безумный хардкор. Да, португалья дешевая, там на 3 месяца уже за 700 евро. Ну, типа, реально. В Финляндии самая дешевая хата тысячи. То есть вы поторгуетесь вот так вот четенько и вам повезет. То есть это... Это дорого. И я получила деньги сразу по чекам. У Ахмеда это была ситуация такая немножко эпичная, когда у него заканчивались деньги. Его там обокрали, кстати. Да, тоже интересно. В самом дешевом хостеле. Чувак поделал. Бат украли. Мне очень повезло. Сейчас расскажу. У меня украли харддиск, губную гармошку, которую мне подарили. И еще там кошелек там был, евро 20. Но, значит, в Лиссабоне есть такая сеть, это небольшой автопик, значит, есть такая сеть, как наши типа ломбарды, называется кэш-конвертер. Где типа люди приходят, там сдают какие-то предметы свои ненужные и получают за это деньги. В общем, да, я нашел все кэш-конвертеры в Лиссабоне, ну и сделал себе такой тур туристический, значит, прошелся по каждому, нашел вообще свои вещи, потом, типа там с полицией, и мне их просто обратно вернули. Так что я отделался. Деньги они уделили в блокнотике. А, Бор подумал, нафига мне его блокнотик, и оставил. В Португова, в Финляндии я оставляла свой ноут во всех непонятных местах. Никогда ничего у меня не убрали. Вообще. То есть там супер безопасное место. Доброе и зло. Но комфорт стоит очень дорого. Комфорт стоит дорого, да. В этом скрине мы три часа обсуждаем. Три часа. Может не видно, три часа. Три часа, три часа минут мы обсуждаем новый пич, новый текст для пича. Чтобы меня опять не ругали во вторник. Очень, как я говорил, очень тяжело настроить работу. Потому что когда ты видишь свою команду, все расхлестываются, ты с девяти утра до пяти вечера садишь на тренинги, а работать... То есть там не давали тебе возможность проявить инициативу, тебя пинали просто. На пичах? Ну да. Вообще в режиме инкубационной программы. Да, тебя очень сильно пинают, и тебе пинают конкуренция. Пентальдриевендевелопер. А почему это не давало проявить инициативу? Нет, потому что на инициативу ты сам приходишь с идеей и говоришь, я буду делать вот это, вот это. А если ты все мимо? А если ты все мимо? Кто-то же должен следовать, чувак, отлично, только все мимо. По центру 10 годного. В следующий раз снова приходи и предлагай. Ты как бы можешь что-то сделать за рамками советов, но не факт, что это может понравиться людям, которые будут оценивать твой пич. Ты не обязательно должен делать только то, что тебе посоветуют. Ты можешь сделать что-то за рамками, что-то, то, что ты придумал, но не факт, что это может понравиться. Ну, то есть это не значит, что это не значит, что это не значит. То есть чуваки прослушали, не знаю, там 500 тысяч пич уже с 10-го года, таких как ты был, реально куча. И в плане пичи есть четкая структура, есть четкие правила, и тебе дают фидбэк два человека, специалисты, еще целый зал твоих знакомых, и приходят постоянно люди. Но это все занимает кучу времени. Ты же, да, ты услышал информацию, нужно переварить. Ты пообщался с 8-ми людьми, у тебя, у меня были диктофон-запись, у тебя куча времени, чтобы обдумать. А кроме этого, у тебя идет разработка, у тебя идет маркетинг, и ты просто, ну, ничего не успеваешь. А у тебя еще уходит дизайнер с команды, например. И при этом еще пей-молода, вот когда вот по-саду... Я работаю. Ну, там, вы работали, это было, ну, просто безумно тяжело. А тренишь на самом пичи? Ну, еще по поводу полного времени, хочу подметить, что очень много информации, и в Startup Sauna, и в Lissabon Challenge очень много просто дают информации. Но самое сложное, наверное, эту информацию переваривать. Потому что какой толк эта информация, если ты ее не используешь потом? Ну, вот, очень много можно получить советов, но если ты просто не переваришь эти советы, ну, то все, они просто уйдут в пустоту. Ну, вот и что такое совет? Это самые два прикольные тренинга для меня был. Первый по метрикам. Вот вы знаете, что можно выставлять голы по угол аналитике. Вы знаете, как их выставлять? Вы знаете, что такое? Ну, чувак рассказывал на прошлом сессии про основные метрики. Так вот, нам это рассказывали, разжевывали на реальных примерах. Что, как мотивировать команду? Ты выводишь, например, каждую неделю основные показатели вашей эффективности. Как вы их считаете? Рассказывают. Как их выводить? Как вы делитесь с командой, чтобы мотивировать? И вот такие практические вещи тебе нужно понять самому, посчитать и рассказать команде, который у тебя человек там 3, 4, 5, 6. И на все это нужно время. Которое находится еще удаленно. Удаленно. Удаленно, да. Другой тренинг по легал документам. Вы знаете, что у вас должен быть NDA, у вас должен быть IP-транспорт, агримент, у вас должен быть shareholder агримент. И это все должно быть согласно закону Украины и согласно интернешнему праву, который там уже в Финляндии. И эти документы на 5, 6, 7 страниц. Ваня будет рассказывать про финансовые модели их планирования. Это 5 страниц Excel-счета. Это надо посчитать. Типа, тебе сегодня сказали, завтра это тоже забыл. Где-то сегодня посчитать. Рассказать Ахмеду, рассказать, что было у него. Это просто нереально тяжело. У вас будет 5 недель, у вас не будет идти работа. Если вы планируете что-то запускать, умножайте на 5, вы не успеете. Ну, это... Ребята, сейчас 3 часа, извините, что вас прерываю. У нас следующий спикер. А, правда, какие слайды я просто могу на два класса. А, тут у нас буквально осталось два слайда. Да, тогда давай быстро договорим. Вот, в общем, в принципе, если вы нифига не делаете, пользы не будет. То есть, как здесь, за вами никто бегать не будет. Ну, да, вы опоздали на сессию, закроют дверь, вас не пустят. Это в случае... То есть, это все в такой грубой форме? В очень грубой, да. Как немецкая короткометражка? Типа такого. То есть, ты сам получил пользу, если ты не постарался, сори, чувак. Окей. Если ты ничего не делаешь, тебя тоже без проблем, никто трогать не будет. Ты потратишь свои деньги, потратишь время, ничего не получишь. Я как раз вчера смотрел фильмы «Низкий прайпер кейс», из-за чего в Индии среди начинающих предпринимателей много самоубийств. В следующей жизни повезет. В общем, в любом случае, эти две программы, одна уже закрыта, а если закончилась, то в целом она открыта. Мы пытались взять максимальную overview, как это, насколько это полезно, какие плюсы и минусы, насколько вы сейчас готовы, не готовы. И мы оставим все. Если у вас есть вопросы, тогда мы после сможем. Ну, в целом, для продукта можно вообще это оценить? То есть, ну, это, да, личностно развитие здесь, это понятно. Что для продукта это дает? Ну, то есть, сейчас недель, то будет больше для бизнеса. Да, это дает тебе больше клиентов. Ну, а за время всех этих инкубаторов, которые вы пустили, был реальный профит в виде инвестиций в ваш проект? Инвестиции. Гранты – это грант. Маленькие детали. У вас появляется пайп драйв из 15, 20, 30 лояльных инвесторов, но они все ждут трекшена. То есть, вы ты с ним общаешься, но если у тебя есть деньги в месяц, доход, тебе предложат деньги. Были на нашей программе две команды, которым сразу предлагали деньги. Ну, вот так за ними ходили, возьмите наши, пожалуйста, деньги. И они сейчас закрывают заделки. Это real case. Но если у вас такого трекшена нету, то это просто как налаживание отношений. Как с девушкой. Ты водишь ее в кино. То же самое. У тебя есть 30 девушек, с которыми тебе вариант success, он намного выше. Я никогда так не делал, честно говоря. Не рассматривал. Вот, хорошо. Если есть вопросы, мы выйдем здесь. Надеюсь, это было полезно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok